Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис Letyshops.ru — это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Всем здорова! Хожу я в последнее время совершенно без настроения. Из Китая приходит всякий шлак вроде Meizu MX6, который мне совершенно не нравится, но мне приходится с ним ходить из-за того, что я всегда беру те смартфоны, которые я тестирую себе на постоянное, как это сказать, пользование. Я сидел, долго ждал, когда ко мне наконец-то придут Xiaomi Mi 5S и Mi 5S Plus, и вот наконец-то это дело свершилось, и они оба ко мне пришли одновременно. Но вот в чём прикол. Во-первых, я не знаю, кто где находится. Во-вторых, они пришли ко мне из разных интернет-магазинов. Я решил сделать такое соревнование между Top One и Fantasy Technology. Заказал в один и тот же день у них разные смартфоны, и хотел посмотреть, кто первые пришлёт мне их. Вернее, от кого они быстрее придут. Крутенячий детям прислал мне их одновременно. Ну ладно, чёрт с ним. Начнём с этой посылки. Я не знаю, что здесь находится пока, но вы-то уже догадываетесь, скорее всего, по названию. Залью я эти видосы в разное время. Это пришло от Top One. Это, скорее всего, Mi 5S Plus. Да, потому что я у них 5S Plus заказывал. Top One-овские прибамбасины, чехольчики. Они, кстати, мне очень нравятся, то, что вот так запаковывают в жёлтую плёночку. Типа, если вы получили смартфон, где эта плёночка нарушена, то сразу снимайте распаковку. Это будет вашим доказательством в споре. Вот. И стекло. По-моему, разбитое. А может и нет. Сейчас посмотрим, разбилось стекло или нет. Нет, стекло не разбилось, но оно жёстко покусано, как будто. Росомаха. Ладно. Всю эту хренотацию мы уберём. И вот так выглядит из себя Mi 5S Plus. Совершенно невзрачная упаковка. Никакой индивидуальности, никакой ни единой картиночки, ничего нет. Ну и пофигу. Нам главное то, что находится внутри этого упаковки. Золотой телефон у меня. Точно такой же, как и Redmi Pro на ощупь. Такая же обработка металла, как и у Redmi Pro. Хотел начать свою пламенную речь о том, что смартфоны Xiaomi всегда комплектуются одинаково. Это шнурочек и зарядник. Но нет, смотрите. Xiaomi положила внутрь бампер. Ну и само собой классическое. Зарядничек и шнурочек. Шнурочек USB Type-C же? Шнурочек, шнурочек. USB Type-C. Всё правильно. И зарядное устройство выдаёт 5 Вольт 2,5 Ампера, 9 Вольт 2 Ампера, либо 12 Вольт 1,5 Ампера. Быстрая зарядка поддерживается. Технология Qualcomm Quick Charge 3.0. Сразу из коробки работает смартфон на MIUI 8. На выбор предлагается несколько языков. Китайский, английский или индийский. Всё, больше ничего нету. Смартфон лёгкий, между прочим. Mi 5, когда я доставал из коробки, первое, на что обращал внимание, это на то, что да, действительно, вау, блин, какой лёгкий смартфон. Здесь он тоже лёгким ощущается. При том, что он большой. Он больше, чем Mi 5 раза в полтора, наверное. К сожалению, я не взял свой Mi 5 с собой сегодня. Прямо как чувствовал, что ко мне придёт смартфон, и мне нужно будет его показывать в сравнении. Так, яркость посмотрю. О, экран яркий. Наконец-то. Господи, боже мой, какая красота. Мне вот что интересно, будет ли толк от этих двух камер. Да, точно такая же штука происходит, как и на Redmi Pro. То есть вы можете делать стереоснимки и, в принципе, ничего больше. Да. Я и на Redmi Pro не понял, для чего нужна эта функция. И здесь я чувствую, я тоже не пойму, для чего она нужна. Ладно, хорош разглагольствовать. Давайте, наверное, пройдёмся по внешнему виду. Задняя крышка представлена очень таким сильно обработанным металлом. Его здесь много, и на ощупь он больше напоминает стекло, чем металл. Две светодиодные вспышки, одна жёлтая, одна оранжевая. И сканер отпечатков пальцев. Чуть ниже логотип Xiaomi. Он выгравирован в металле. На нижней стороне два вывода для антенн. Отверстие для микрофона и отверстие для внешнего динамика. И между ними USB Type-C на огромных саморезах. Сверху 3,5 для подключения наушников различных гарнитур. Инфракрасный порт и отверстие для микрофона для шумоподавления. На левой стороне сдвоенный лоток для сим-карт. Помещаются две симки формата Nano. MicroSD карточка не вставляется. Нельзя вставить флешку память нерасширяемая. И на правой стороне качели регулировки громкости и кнопка включения-выключения блокировки. Они, кстати, немного позвякивают, но в целом монолит. Абсолютно ничего не хрустит. Не отваливается у смартфона. Крутотень. Очень тонкие рамки сверху и снизу. И очень тонкая рамка, обрамляющая сам экран. Ее практически незаметно. Над экраном основная камера, датчики и сетка разговорного динамика. Под экраном навигационные клавиши меню домой-назад, настраиваемые с подсветкой. Мне почему-то казалось, что я взял смартфон на 64 гига, но оказалось, я взял на 128. Из 128 у меня свободно 119 гигабайт. Мне нахрен не нужна флешка. Я не знаю, когда и чем я смогу это забить. Ладно, что мы имеем по остальным техническим характеристикам. Аккумуляторная батарея на 3800 мАч на конец-то. Snapdragon 801 это топовое на сегодняшний день решение от Qualcomm. Четырехъядерный процессор с разогнанными частотами графического видеоскритиля. Экран 5,7 дюймов, но на 5,7 дюймов он вообще ни разу не смотрится. Например, если сравнивать его по габаритам с Meizu MX6, то они почти идентичны. Экран 5,7 дюймов, разрешение Full HD, IPS, плотность точек 386 ppi, покрытый защитным стеклом под технологией 2,5D, но это 2,5D стекло не очень сильно выражено. Процессор Snapdragon 821, четырехъядерный, с тактовой частотой до 2,3,5 ГГц, все ядра Крио. График Adreno 530 с тактовой частотой до 624 МГц, разогнанная. Оперативка в моем случае 6 гигабайт, внутренняя память 128 гигабайт. Оперативка типа LPDDR4, постоянка UFS 2.0. Слота под карту памяти, еще раз говорю, нету. Из беспроводных модулей имеется инфракрасный порт, Wi-Fi BGNAC, дуал-бендовый с частотой 2,4 либо 5 ГГц. Основная камера сдвоенная на 13 Мп с автофокусом и двойной светодиодной вспышкой. Размер пикселя 1,55 мкм. Апертура f2.0, 5 линз, умеет записывать видео 4К. Фронталка на 4 ультрапикселя, каждый ультрапиксель размером 2 микрометра. Апертура всего модуля фронтальной камеры f2.0. Поддерживается быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 3.0 и аккумулятор емкостью 3800 мАч. Толщина смартфона 8 мм, ширина 77,7 мм и вес 168 грамм всего лишь. Работает смартфон под управлением оболочки MIUI 8 на основе Android 6.0.1. Системный апдейт уже прилетел, сейчас я обновлю смартфон, потестирую камеру и продолжим с вами делать кое-какие выводы. Погнали! Раз, два, три, раз, два, три. Проверка звукозаписи и видеозаписи смартфона Xiaomi Mi 5S Plus, который побольше. Смотрите, какое у меня бордотило. Палочка снимает вот так. Я, правда, не думаю, что обновление прошивки как-то серьезно скажется на качестве видео и фото записи Mi 5S Plus, потому что сам по себе модуль камеры не особо интересный здесь. Вот такой вот вышел Xiaomi Mi 5S Plus. Охренительный смартфон. Нравится. Дорогой сволочь, да. Стоит ли своих денег? Определенно. Только если вы не увлекаетесь профессиональной какой-нибудь супермобильной фотографией. Но если вы любитель, то и вам этого качества пока, мне кажется, сойдет. Что нравится в смартфоне, это его габариты. Несмотря на 5,7 дюймов, он очень компактный. Нравится, как он собран. Нравится его охренительный экран. Звук неплохой. И золотой цвет мне смотрится стрёмно. Ну и, конечно же, Snapdragon 821 6 гигов оперативки и 128 гигов постоянки. Куда я буду девать, столько памяти понятия не имею. Так что обязательно подписывайтесь на канал, чтобы узнать, куда я дену всю эту память. Не пропустите обзор на этом канале. Он выйдет, по возможности, как можно быстрее. Сразу же после того, как я проведу все тесты, постараюсь сразу же его залить. И посравниваю с другими смартфонами. Будет круто. Вступайте в группу ВКонтакте. Заглядывайте в мой профиль Instagram. Мы еще создали в Telegram чат. Заглядывайте туда. Общайтесь между собой. Я туда тоже заглядываю. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok